Всем привет! Привет, привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня на кухне, сегодня я в фартуке, значит будет опять рецепт. Хочу сразу всем сказать, я такой человек, который любит поговорить. Мне нравится вам что-то рассказать, какую-то историю, вообще всё в деталях. Если кому не нравится, ну вот просто я сразу прошу, если кому не нравятся мои рассказы, вы можете пойти на другие каналы. Совсем не обязательно мне писать о том, что ой, вы так, зачем вы это длинно так рассказываете. Ну кому-то неинтересно, кому-то интересно, люди все разные. Поэтому, значит, начну с... Нет, сначала я скажу, что я буду готовить, потом расскажу почему. Я сегодня буду готовить кисло-сладкий соус. Фух, сказала. Теперь, значит, расскажу почему. Почему? Вообще я люблю соусы, я люблю всякие такие остренькие вещи, необычные. Мы уже с вами готовили а-ля тхемали по рецепту моей мамы, мы уже готовили а-ля аджику тоже по рецепту моей мамы. Ну очень много всяких соусов, немного, наверное, больше нету, заговариваюсь уже. Вот. А кисло-сладкий соус я не готовила никогда. Ни на видео, ни на камеру, вообще не готовила. Но я очень люблю сочетание такое необычное, вот именно кислое со сладким. Вот у меня несколько есть салатов с таким необычным сочетанием продуктов. Казалось бы, несочетаемое. Вот недавно был рецепт салата с грибами и с крабовыми палочками. Когда я тоже первый раз про него услышала, я думала, что это есть вообще невозможно. На самом деле это безумно вкусно. Ну и там другие рецепты у меня есть такие, которые... Казалось, что у них сочетаются продукты несочетаемые. Очень люблю сочетание кисло-сладкого. Вообще очень люблю такой сладкий привкус во всех продуктах, во всех рецептах. У меня присутствует немножко сахара, даже борщик когда варю, тоже добавляю туда сахар, ну там ложечку. Сегодня кисло-сладкий соус. Он... Где взяла рецепт? Опять-таки просмотрела весь интернет. Думаю, что же, что же, как же его приготовить. Кучу всяких разных рецептов просмотрела. Но, увы, остановилась на одном. Немножко, как всегда, я его модернизирую под себя. И попробуем его с вами сделать вместе. Почему? Потому что... Почему, собственно, возникла у меня необходимость сделать именно вот соус этот кисло-сладкий? Ну, во-первых, он подходит ко всем блюдам. И к мясу, и к курице, и так далее. Хорошо стоит в холодильнике. Не портится, потому что он очень острый. И самое главное, почему? Тут недавно ко мне в гости приходила Лилиана с Жаном. И принесли мне перцы. Они покупали их как сладкие. А когда попробовали, оказалось, что они очень горькие. Они со мной поделились. Ну, буквально там несколько, четыре штучки. Вот. И я из них вот как раз и хочу сделать этот замечательный соус. Поэтому речь моя закончилась вступительная. Давайте уже посмотрим, что нам понадобится. И будем готовить. Вот я тут разложила уже все, что нам понадобится. Вот тот самый перчик, который принесла Лилиана и Жан. Здесь же у меня есть обычный сладкий перец болгарский. И вот три таких вот очень жгучих перчика, типа чили. Давно у меня лежит. Вот видите, начал уже подвидать и даже краснеть. Вообще он был у меня ярко-зеленый. Нам понадобится чесночок. Что нам понадобится? Нам понадобится столовая ложка соли. Обманываю. Чайная ложка соли, задумалась сама. 250 грамм сахара. Да, 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 сахара много. Но это и соусы называются кисло-сладкие. Нам понадобится немножко воды. И нам понадобится уксус. Я в рецептуре все напишу, сколько надо уксуса. Я буду лить другое количество. Потому что кто-то уже обратил внимание, что я говорю одно количество, а лью другое. Да, совершенно верно. Потому что этот уксус у него 4,5%. Вот видите, от 4,5. А у нас в России уксус 9%. Поэтому у меня будет немножко другое количество. Нам понадобится еще 3 ложечки воды, чтобы развести 1 столовую ложку крахмала. Это все. Что я сейчас буду делать? Значит, я перцы помою. Вот у этого остренького я удалю плодоножку. И этот перчик красный я почищу, освобожу от семечек. И вот этот я перчик тоже почищу и освобожу частично от семечек. Я не буду тщательно его очищать, потому что я хочу, чтобы был очень острый соус. Вы можете и этот почистить, и этот почистить, и вообще поменять количество. Сколько всего перца? Я когда, ну прежде чем его почистить, я его взвесила. Вот он у меня пока не чищенный. Общее количество здесь полкилограмма. Вот этого чуть побольше, тут 300 грамм, а здесь там 200 с небольшим. Ну а этот, что он тут, невесомый практически. Ну в общем, рецепт будет из расчета полкилограмма перца. Так, все, воды сказала сколько? Ну я напишу. Так, ну все, начинаем готовить. Начинаю с того, что очищу перец. Предупреждаю сразу, пожалуйста, остерегайтесь того, что перец может быть очень острым. И руки вы пожгете свои, обязательно работайте в перчатках. Я очистила чесночок, почистила перчик. Некоторые вообще, вот видите, даже не очищала. Вот так вот. Вот. Сейчас я его нарежу на более мелкие кусочки и переложу вот сюда в чашу блендера и измельчу. В кашу мельчить не надо, нужно вот такое, чтобы оно было с небольшими кусочками. Так, ну приступаем. Чтобы легче было взбивать, я добавлю сюда немножко воды. Вот так вот. Смотрите, вот небольшое количество я уже измельчила. И, конечно же, мне не очень нравится цвет того, что получается. Если бы весь перчик был не зеленый, а ярко-ярко-красный, это было бы, конечно, более красиво. Ну, что есть, то есть. Будем такое делать. Сейчас я сюда добавлю еще кусочки и все это буду измельчать дальше. Итак, я измельчила перчик и чесночок. Видите, тут некоторые такие кусочки всякие разные. И теперь это все я перекладываю в кастрюлю, где буду все это варить. Теперь сюда, в эту кастрюльку, видите, какие тут кусочки, сюда, в эту кастрюльку высыпаем соль, весь сахар и уксус. И поставим это кипятиться. Так, как тут пожевает наш соус. Он прокипел у меня буквально 5 минут. Этого вполне достаточно. Так, теперь я его выключу. И сюда добавлю крахмал, разведенный водичкой. И хорошенько... Ой, все запотело. И хорошенько его перемешаю. Ну, теперь можно и включить. И дать ему закипеть. Чтобы он загустел. Видите, он уже и так загустевает. Вот бульбики пошли. Он закипает. Все готово. Можно выключать. Посмотрите, какой красивый. Так, теперь я его остужу. И когда он остынет, переложу уже в баночки, в бутылочки, где он будет храниться. Посмотрите, какой красивый. Ой, это что-то. И я его уже попробовала. Он очень острый получился у меня. Но как раз по моему вкусу такой кисло-сладкий. Соус остыл. Загустел. Смотрите, какой он красивый стал. Видите? Он получился острый. Сейчас я его переложу в баночки. Я уже подготовила в чистенькие. И будем употреблять уже к какому-нибудь мясу, курице, к шашлыку или еще к чему-нибудь. Вот такая вот вкуснятина. Вот такой вот шикарный кисло-сладкий соус у меня получился. Несколько таких вот маленьких баночек. Он очень ароматный. Очень острый. Будьте осторожны. Очень острый. Если вы хотите сделать его не таким острым, то уменьшите количество острого перца и добавьте побольше какого-то болгарского. Я думала, что цвет будет не очень. Но в процессе все сварилось, перемешалось. И в общем-то цвет такой очень красивый. И мне нравится, что там вот маленькие кусочки на фоне вот такой вот ароматной жидкости. Всем приятного аппетита. Спасибо, что были со мной. Напишите, если вы сделали такой соус, напишите мне, понравился вам или нет. А мы с вами увидимся обязательно в следующем видео. Не забывайте, на Дзене видео выходят раньше. Подписывайтесь на канал Дзен. Увидимся с вами в следующем видео. И всем пока-пока.